Приморья, Удмуртия, Бурятия, Крым, Украина, Белоруссия. На этом фестивале отмечают организаторы. Благодаря сценическим номерам творческих коллективов можно увидеть всю многонациональную культуру не только России, но и в целом всего славянского народа. Фестиваль несет этические какие-то культурные наши традиции, воспитывает патриотизм, чувство любви к родине. И это основное и главное для нашего будущего поколения. Детское творчество во славу отчизны – это девиз очередного фестиваля конкурса. Все номера певцы и танцоры, приехавшие из более чем 40 регионов, посвятили родине. Это отражается и в костюмах, и в репертуаре. Фестиваль многожанровый. Сегодня в конкурсной программе инструментальная музыка, академическое и народное пение. В последнем пока фаворитами считаются сибирские артисты. Сольные исполнители, ансамбль и хор из Иркутска добирались до курорта пять суток. Пока еще не спали, но жюри и зрители не разочаровали. Песня русская, широкая, бедная, и простая, и родная, и душевная. Еще ничего не поняли, но очень надеемся, что у нас все получится, потому что настрой очень хороший. Сочи просто великолепный город, и надеемся здесь еще отдохнуть успеть. Готовы рвать и метать, мы победим, мы знаем, что мы лучше. Родился национальный фестиваль «Великая Россия» в Сочи, а именно в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Концертную площадку пришлось поменять лишь раз в предолимпийский период, когда объект реконструировали. Но сегодня, как говорят сами артисты, они вернулись в родные стены, где их всегда ждут. Регулярно в оздоровительном комплексе «Дагомыс» мы принимаем, размещаем и проводим эти мероприятия, потому что такие мероприятия очень важны для нашего общества. Нам нужны умные, развитые, грамотные дети, всесторонне развитые причем. Жюри, а это выдающиеся представители российской культуры и искусства, профессора столичных вузов, имена победителей назовут в день России 12 июня. В этот же день на сцене концертного зала комплекса пройдет и гала-концерт.